Валерий Седов Жители дома на Стангозаводской 32 остались недовольны косметическим ремонтом. Дело в том, что ржавые почтовые ящики в программу реновации подъезда не попали. Управляющая компания на звонки и письма жильцов никак не реагирует. Герман Гущин все разузнал. Он не закроется. Но если тут же так, вы хотите приезжать вот к этому, может быть, он еще и подержится. Отломанные дверцы почтовых ящиков и искореженный металл. Эта картина встречает жителей на первом этаже дома на Стангозаводской. В ноябре этого года в доме сделали косметический ремонт. Покрасили стены, побелили потолки, добавили освещение. А почтовые ящики почему-то так и оставили – доживать свой век на стене. Сделали ремонт у нас в подъезде в этом году осенью. Но не заменили почтовые ящики, которые выглядят безобразно. И вид у подъезда не изменился после ремонта. Нам сказали, что ящики в удовлетворительном состоянии. Мы же вам их покрасили. И вполне этого достаточно они считают. У строителей мы спрашивали про почтовые ящики. Они сказали, что будут менять. Но строители, они не ответственные. Они не ответственные лица, они исполняющие. А именно в управляющей компании, ответственные за наш подъезд, она сказала, что и так с этим. Единственное, что в ходе ремонта посчитали нужным сделать с ящиками – выкрасить их в цвет стен. Постарались на славу. Номера квартир тоже закрасили. Более того, они закрасили все замки настолько, что просто забили краской. Ни один замок в принципе не работает. Все закрашена краской. Ремонт все равно был не совсем правильно сделан. Осталось очень много мусора на чердаке, строительного мусора. Вплоть до того, что были уже случаи, дети, видно, баловались. И строительный мусор, пескопетонки дали вытяжку. Специалисты управляющей компании ЖЭО номер 11 в телефонном разговоре пытались пояснить, что старые ящики в хорошем состоянии. Однако заверили, что их все же заменят. После праздника их заменят. Уже заказали. Только установка будет после новогодних праздников. Жильцы дома номер 32 на Станкозаводской надеются, что в этот раз управляющая компания сдержит свое слово. И новые почтовые ящики все-таки станут завершающим штрихом ремонта. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Сегодня в день МЧС сразу несколько спасателей получили новые офицерские звания. Памятные награды от ведомства и региональных властей. В этот день обычно подводят итоги работы службы. Приводят впечатляющие цифры. Главное из них – за 2021 год в области удалось ликвидировать 4 с лишним тысячи пожаров. Остальная статистика далее. В свой праздничный день спасатели при параде. Еще бы, сегодня для многих из них день знаменательный. Кто-то из подполковника стал полковником, кто-то сделал свой шажок по карьерной лестнице. Стал майором или старшим лейтенантом внутренней службы. Да что там говорить, сегодня день спасателя. А значит, любому подарку тут рады и грамоте, и почетному знаку. Потому что заслуженно. Сегодня в зале собрались у нас доброволицы, работники ГИМС, спасатели пожарные и руководители. У нас в этом году достаточно много награждаемых в разделении мероприятия на 3 части. Сегодня, завтра, быстро, завтра. С счетом естественной пандемии. И очень приятно вас сегодня видеть здесь в зале. Сказать им слова благодарности за тот труд, который вы несете. Без сравнения с десантниками в Рязанском управлении МЧС сегодня не обошлось. Вы заслуживаете не меньше уважения, чем они, говорил заместитель председателя Рязанской областной думы Николай Макариков. Что такое быть в тылу врага, оказываться в самом пекле, эти парни знают не понаслышке. И вы так же, как и десантники, пополняете свои задачи, когда людям становится страшно, людей охватывает паника, а вы идете в огонь, идете на любые другие решения для того, чтобы спасти людей. Но, наверное, не случайно, поэтому сегодня и Маркилова, 27 числа, день рождения. Сегодня МЧС – одна из самых эффективных систем реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций пожаров. Именно благодаря вовремя проведенной профилактике по предотвращению ЧАЭС судьбы многих людей несчастье обходит стороной. С этим как раз связана и внутренняя модернизация ведомства. Сейчас все переходит в электронный вид, то есть и в плане техники, обслуживания. И, ну, как бы, да, есть такой момент, что не обязательно писать все на бумаге и нести, то есть тратить на это время на доставку документов. Можно все в электронном виде отправлять, в том числе и в министерство, и создавать приказы и какие-то нормативные документы. Официальная статистика в цифрах достаточно солидная. Больше 4 тысяч ликвидированных пожаров, больше тысячи выездов на ДТП. Повышение общей безопасности – новый рубеж на 2022 год, который должен быть преодолен. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Повод для радости был сегодня и у полицейских. Сотрудникам госавтоинспекции Рязанской области вручили ключи от новых патрульных автомобилей. В автопарк регионального ГИБДД поступили 57 новых автомобилей Hyundai Solaris. Машины оснащены всем необходимым для решения повседневных задач по сохранению жизни и здоровья граждан на дорогах. Все автомобили имеют повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Также транспортные средства оснащены радиостанциями и видеорегистраторами с устройствами для хранения записей. Руководство ведомства отметило, что теперь в новом автопарке есть все необходимое, что позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях и выполнять задачи, поставленные национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». То есть снизить смертность на дорогах в результате ДТП. Качество работы того или иного ведомства определяют сухие цифры статистики. Сколько дел удалось раскрыть, сколько преступников в итоге оказалось в местах не столь отдаленных. О своих достижениях сегодня говорили и в Следственном комитете. Подробности далее. За 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 49 убийств. Почти столько же, как и годом ранее. Дела с припиской «Повлекшие смерть потерпевшего по неосторожности» удалось раскрыть все без исключения. Идентификация убийц больше 97%. За каждой цифрой человеческая жизнь. Найти душегуба как раз задача следователей. И показатели говорят, что справляются они хорошо, как и в других сферах. В 2021 году наблюдается увеличение на 18,1% количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. С 332 до 392 преступлений. В большинстве случаев речь идет о преступных посягательствах против жизни и здоровья несовершеннолетних, а также их половой неприкосновенности. За 11 месяцев этого года в производстве у следователей находилось 25 уголовных дел о налоговых преступлениях. В прошлом году их было 28. Ущерб по оконченным уголовным делам составил почти 290 миллионов рублей. И это почти втрое больше, чем в 2020. При этом ущерб в сумме 77,9 миллионов рублей возмещен. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 228 миллионов рублей, что превышает сумму невозмещенного ущерба. Органы следствия приняли все меры, которые позволили возместить причиненный ущерб на 100% по результатам рассмотрения уголовных дел в суде. И хоть раскрываемость в текущем году хорошая, но как бы грамотно не работали следователи, как бы тщательно и быстро не выполняли все необходимые экспертизы криминалисты, преступлений в Рязани меньше не становится. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Участковые полномоченные полиции пресекли в Рязани деятельность двух так называемых резиновых квартир. Специалисты подразделения по вопросам миграции и участковые полномоченные полиции выявили и пресекли в Рязани фиктивную постановку на учет двух иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела. Подробности далее. Если за столицей давно закрепился статус нерезиновый, то вот рязанские квартиры такой способностью, оказывается, обладают, тянутся, да при том еще как. Статус резиновый, народный. Его дают, когда жители незаконно прописывают в своих квартирах иностранных граждан. Движет людьми, естественно, личная выгода. 35-летний рязанец прописал у себя женщину из Республики Узбекистан. И это не единственный для города случай за последнее время. На улице Старореченской полицейские выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 30-летнего гражданина Республики Узбекистан, которую организовал в своей квартире 27-летний рязанец. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статье 332 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им грозит внушительный штраф. Хозяевам таких квартир грозит наказание не административное, а уголовное. За последние полгода с мая по декабрь уже привлечено 20 собственников жилых помещений. С их помощью на учет поставлено, конечно же, фиктивно, больше 130 иностранцев. За совершение данных деяний предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Иностранному гражданину, нарушившему правила пребывания на территории России, грозит административный штраф и выдворение страны с последующим запретом на въезд в Российскую Федерацию. Представители региональных управлений ФСБ и МВД России напомнили рязанцам, что, поставив на фиктивный учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. Многие в итоге оказываются в розыске. Валерий Седов, телекомпания «Город». И в продолжении криминальной темы. 21 декабря вердиктом коллегии присяжных заседателей житель Рязанского района признан виновным в том, что ночью 1 апреля 2020 года в одном из домов поселка Учхо-Стенькино в результате ссоры, возникшей в процессе распития спиртного, со своим другом детства подсудимый нанес потерпевшему удар ножом в шею, повредив таким образом еремную вену. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме того, согласно единодушному решению присяжных заседателей, данный гражданин не заслуживал снисхождения за совершенные им преступления. После обсуждения участника уголовного процесса в последствии вердикта, судьей будет вынесен приговор. Напомню, партнер информационных программ «День города» и «Неделя города» – «Икра и рыба Камчатская». А это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Новогоднее чудо с Камчатки к вашему столу. Свежий улов. Чамыча, красная икра, белорыбеца. Торопитесь. Только до 31 декабря. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова